В большое кино и снимается у знаменитых режиссеров. Десять дней совершала удивительное путешествие по России. И, конечно, на Ладе Калини. Ну а на чем же еще? Конечно же, Сашу Грей встречала возмущенная православная общественность. А где-то наоборот, поклонники, скажем так, таланта. Конечно, ломалась Лада Калина. И все это вместе создавало какой-то причудливый национальный колорит. Понеслась звезда по кочкам. Вячеслав Николаев узнал у Саши Грей, что ей больше всего не понравилось. Из двух главных российских бед. Дураки или дороги. Разогреть Россию. Во Владивостоке толпа визжит. В Екатеринбурге скандируют. Саша! 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 Даже не радость наша, а настоящий подростковый экстаз. В Сочи девочки то плачут, то смеются. Ты же не выглядели. Ты меня спрятала. Все очень классно. Она такая хрень. Моя святая, я такая, Боже мой, я люблю тебя. Название фильма с ее участием произносить в федеральном эфире просто нельзя. Самая невинная, неутоленная страсть Саши Грей. Главная, а часто единственная героиня этих блокбастеров. Вот эта дама, Саша Грей. Как заправский политик приветствует с балкона гигантскую очередь своих уральских поклонников. Всем привет! 25-летняя американка, покорившая порно Голливуд немыслимым трудолюбием. В ее фильмографии сотни кинолент. Набережная Сочи не круазет, но кинобизнес для взрослых тоже надо любить. Всей душой, рассказывает мне Саша. А как иначе продержаться в нем 6 лет, не покладая рук и ног? Я, как и любой нормальный человек, отношусь к порно, как вы относитесь, скажем, к приключенческому боевику, когда герой убивает 20 бандитов, а у него самого лишь царапина на виске. Она специально приглашенная звезда автопробега Владивосток-Москва. Из-за красивой футболки понеслась звезда по нашим кочкам. Интернет обсуждает гонорар в полмиллиона долларов. Столько якобы заплатит интернет-портал Дром.ру Саша за то, что она проедет по России. Автоиздание Дром.ру – большой специалист в тестах автомобилей. Для независимого теста мы придумали для него все более и более крутую идею. Мы проехали в свое время по следам Путина на Ладе Калини. Мы ездили в Магадан на Ладе Гранте и на Ренодастер летом. Мы ездили из Магадана в Владивосток через полюс холода на Ладе Гранте и Ренодастер зимой. Саша Грей – девушка с пробегом, а теперь и по России. За рулем она ехала недолго, чаще из города в город летала. Но за какую-то неделю смогла угодить в политическую историю. Все началось с того, что ее посадили за руль желтой Лады Калины. Саша пыталась на Калине дрифтовать. Но скоро выяснилось, что Калина совсем не то, что Саша Грей. Заводится не быстро, надолго ее не хватает. Калина поломалась. Саше оставалось одно – крыть русский автопром американским сленгом. Мои реальные ощущения – это кусок. Говорит, ее еще в Штатах предупреждали. В России мягко стелют, но их машины жестко едут. Мои фаны еще до путешествия меня предупреждали. Такую машину водил ваш президент, и мне писали. Если она сломалась у него, то и у меня сломается. Машины бывают сексуальные и антисексуальные. У Саши Грей на такой особый вкус. Самые секси – итальянские. Феррари – чистый секс. А самое не самое – наша. Калина. Россия не Италия. И для Саши стало сюрпризом, насколько и у нас переплетены секс и политика. Еще в Владивостоке она заявила, что вместе со многими западными звездами поддерживает Пусси Райт. У нас в Америке, конечно, больше личных свобод, чем у вас. Не случайно волна в поддержку Пусси Райт началась из Штатов, и я рада к ней присоединиться. Порно-звезда, диджей, писательница, автолюбитель – теперь она доросла даже до оценки российско-американских политических отношений. Трудно не следить за нашими отношениями. После холодной войны мы так и не помирились. Автопробег продлевать будете? Теперь сами себя спрашивают организаторы. С одной стороны, они всячески открещиваются от порно-прошлого своей героини. Саша Грей лепит пельмени. И объясняют, есть такая Russian tradition. Как в Америке, наверное, зикник, да? Где барбекю у нас это лепит пельмени. В Америке сам Стивен Содерберг предлагает ей заглавную роль в фильме «Девушка по вызову». Теперь уже бывшая порно-звезда в большом кино. Играет, по сути, саму себя. Я начала сниматься в порно для того, чтобы понять, кто я на самом деле. Я окунулась в это со всей страстью, со всем максимализмом. Мне было 18. Я поняла, что выбрала для самопознания довольно экстремальный способ. Сейчас Саша говорит, что завязала с постельными сценами и предпочитает сцену клубов. Она диджей. Но ее порно-прошлое оказывается таким ярким, что Саше постоянно о нем напоминают. Порно другого формата, без границ. А охотники за автографом дотошно разбираются в ее порно-наградах. Гвинет и Анджелина вряд ли похвастают такой эрудицией своих поклонников. Саша вызывает уважение даже тем, что она взяла три награды в своем нелегком деле. Для тех, кто спрашивает, куда мы катимся, у организаторов пробега с Сашей есть ответ. Она не просто порно-звезда. Она человек-символ, интернет-мем. С порно или без него героиня современной интернет-аудитории. Вячеслав Николаев, Олег Деркач, Илья Емельянов. Неделя РЕН-ТВ.